Звездная? Звездная. Звездную пришел? Она на то и звездная. Илюх, что с пушом не бьешь? Я ранджовый. Умный тип. У нас есть сценарий, там есть ответ. А вы выиграли хоть? Нет, конечно. Это где вот эти деды, да, играли? У кого из вас больше сыгранных карт за Virtus.pro? Ну что? Ну, скорее всего, у меня, потому что я подольше Virtus.pro в целом играл. У меня были периоды, так сказать. Да у тебя было до меня и после меня, это очевидно. Но в целом, я думаю, вот тебе вот годик-полтора есть, типа, так сказать, фора. Поэтому именно карт, именно не на качество, а на количество у меня точно сыгранных больше. Ну, возьмем, не знаю, 300 с лишним. Ну что там? Ну, у меня было 300, да? Ну, все же послышали. Ну, 250, предположим. 600. Близко. Какой драфт был у Virtus.pro на третьей карте против Team Secret в плей-офф TI5? Ну что, ну нажми на кнопку. Лизаж, дроу, Лина, Шторм, дроу. Лизаж, дроу, Шейкер, Лина, Шторм. Лучше расскажи драфт на первой карте, которую ты придумал. Я же сказал, Шейкер, Рубик, Саленсер. Все метровые герои нашли. Медуза, Магн. Мповар на Медузу, Медуза качается. Да. Илюх, что с пушом не бьешь? Я ранджовый. Умный тип. Серег, ты что до Саленсера забыл? А что ты им тонал? А что ты им тонал сразу? Ну, а что? А что? А что? Нормально готовились. С кем из этих игроков вы вместе не играли по тегам Virtus.pro? Йоку, Сайлент, Мак, Алоха Дэнс. Ну, давай. Такая напряженная, так сказать, атмосфера. Вот мы боимся ошибиться. Вот хочется нажать на кнопку? Ну, а если неправильно? Если... Наша память не таушит. Ты, кстати, играл со всеми из них. Давайте скажешь, а я потом скажу, правильно или нет. С Йоку играли. Так. С Сайлентом было дело. Так. С Алохой было дело. Так. Забавный факт. Мы играли одновременно и с Алохой, и с Йоку. Факт. А Андрюха на Брюмастере уже с тобой в команде играл. Да. Так что да. Мак, Андрюха Мак Чипенко. Кстати, напоминаю про фрибет до 10 тысяч рублей от наших друзей из Винлайн. Все просто. Кликаешь по ссылке в первом комментарии, заходишь, регистрируешься, забираешь свой фрибет и забираешь свой выигрыш. Никаких дополнительных условий. После TI5 в составе Virtus.pro появилось два официальных запасных игрока. Кто это были? Ну, будем честны. Это шоу, сценарий был. В сценарии написано, что там был Жотом и Лолик. Но у меня есть вопрос к тебе. Потому что, скорее всего, ты тут больше замешан, чем я. Как это вообще произошло? Я не помню, если честно, этого хватит. Я точно помню, что что-то там было. Можно было официально стендинов записать в команду. Ну, где это было записано? На бумаге, карандашом, я не знаю. У кого-то на спине. Что это такое? Почему? Я не помню этого. Почему мы этим не пользовались? Я не помню этого. Почему мы не выпустили Жотом на мидл? Когда мне нужен был тот самый заслуженный отдых в декабре. Не помню. Ну, я тоже не помню. Ну, нажми. Я же тебе уже сказал ответ. Ну, ты собираешься. Зачем мне выбраться вперед? Ну, забирай. В игре, где приз, ничего. Реально Жотом и Лолик у нас были запасными? Если ты не читаешь сценарий, что тебе нужно говорить, это не значит, что все так относятся. У нас есть сценарий, там есть ответы. Я прочитал ответы до этого шоу, чтобы не упасть грязью в лицо. При этом я все равно ничего не запомнил. Ну, стендин у нас. Жотом и Лолик. Нажми на кнопку. Жотом и Лолик. У кого из вас больше призовых в составе Virtus.pro? Исходя из первого вопроса, я думаю, количеством, когда берешь количеством и сидишь очень-очень долго, что-то делаешь, ты можешь наутать. Да точно, у себя есть 100%. Разница, на самом деле, небольшая. Больше у меня значительно. Каждая, на самом деле, копейка, которую я заработал больше, чем у него, я на копейку богаче. Сколько думаешь? Много. Да на 1030, наверное. Всего? Тенге. Рублей? Да. Которую мы проели в Маке возле отеля на пятом интерьере. В квале на TI7 год установил рекорд про сцены, который продержался пять лет. Что это был за рекорд? Больше всего... Съел бургеров. Пять лет. Подожди, в Веге была точно одна длинная игра. Это та самая против Империи, наверное. На квапе, может, ты что-то там играл. Три скрим оф пейна нажал за игру. Ну, наверное, или дэмэдж, или ласхита больше. 2416 ласхитов. А что, правда? Да, это 2417. Тот самый ласхит забыл в конце. Не помнишь? Когда трон падал, ты тп и побежал ласить. Ну, будем честны, гордец тут нечем. Когда у тебя бесконечные тут крепы 40 минут. Ахахахах. Ахахахах. Ахахах. О, это шаржа с лодерами. Лорус его вву! Легион будет вверх! Байбакка идет! Это все борьбы, которые ждут. Может, они его убили, мипро падает. Эгус имморта будет трега. Они нужны больше дамага. Силенс. Куина Пейнс на него. Они не думают, что он не стыд ничего. Но это не очень хорошо. Это не дамага. А вы выиграли хоть? Нет, конечно. Это просто тот самый бесполезный рекорд. В игре против комплексити на TI5 ФНГ поймал вражеского мидера, когда тот выложил Юул на землю, чтобы зарегенить больше ман из ботла. Что это был за игрок? Ну, тут раздвоение личности, кстати. Я же на линии него не стоял просто. Там раздвоение личности, кстати, было. Там надо понять, что был один, а стал другой потом. На самом деле, у него такой прикольный ник был. Не, у него ник крутой был. А стал такой, ну... Что? Ты точно хочешь, чтоб я победил. Но это будет первая победа. Ну давай, давай. Нажми на кнопку. Ну давай. Ну что, нажми на кнопку. Свиндон Мелонс. Да. А сейчас какой у него ник? Кулер. Кулер. Год впервые сыграл за Virtus.pro в 2013 году. Кто тогда был оффлейнером команды. Ну я-то знаю. Не, ну там два варианта всего могло быть. Ну а какие варианты? Я просто не помню, ты пришел в первую интеракцию, которая была звездная или уже это была постфактумная? Звездная. Звездная. Звездная пришел. Блин, ну звездная, наверное, Resolution тогда была, правильно? Нет. Она на то и звездная. Блин, Lost? Да. Ну вот, значит Lost. Вам кнопка вообще, да, не нужная? Нет. Lost? Звездная. Звездная. Засчитайте им. Light of Heaven. На каком герое ФНГ сыграл больше всего игр за Virtus.pro? Тут лучше вопрос, на каком герое он не сыграл? Это следующий. У него была фишка, у меня пул, все герои, просто я ими всеми одинаково хреново сыграл. То факт, кстати. Ну мне, честно говоря, кажется, что это может быть и какой-то аппарат. Подсказка типа это с флексом связано. С флексом. Который говорят рефлексили, но в теории мы могли какие-то игры рефлексить. Я не знаю, давай. Ну там очень сложно. Ну давай. Винга. ВП на Винге играл больше? Ну я еще думал, что это как-то относится к тем, что Ильюха на Винге играл и мы можем идти местами флексить. Но на деле, вроде как, когда мы брали Вингул, мы ее железно брали на керри. В те турниры, когда мы брали Вингул. Мне кажется, кстати, СС Алин больше на Винге играл, чем Лита. Ну, кстати, может быть, ты на Винге много играл, когда Polar еще, мета, и стаки, вот это вот все. Блин, ну там, мне кажется, я там меньше на Винге играл, если честно. Ну, может быть, я не прав. Что тут? Ну давай, давай. Для тебя купили специально. Аппарат. Винга. Не угадал. Ах. Не угадал. С кем Гот сыграл больше карт? С Фенгой или с Жотмом? Так, ну, может по очереди отвечать будем? Со мной. Жотм. Ах. Не угадал. С кем Фенгой сыграл больше карт? С Годом или Иллиданом? У нас же точно был период, где мы не вместе были, был ВП-ВП Polar, и вы приличное количество игр сыграли. Тут я должен уступить очко и сказать, со мной будешь сыграл. А ведущий говорит, нет, ты угадал. Ты забыл период. Мышь про ОП? Да. Мышь в ВП? Все. С тобой. Ведущий со скамил. Все купили. Все. Сколько всего тиммейтов было у Гота в Виртус Про за все время? Ну, просто считай, с Надинов, я думаю, там сотнями. Блин, мне кажется, человек 35. 35. 35. Она же мина, кнопка. 24. 19. Блин. Мина. На скольких уникальных героях Фенг сыграл на Ти-5? А сколько игр у нас было? Подожди, группа, 16 команд тогда еще, да, было, по-моему? Не было. Ладно. У нас была острота с триндом. Один. Железно. Один. Железно. 100% ты на шейкере давал фишуру. Разочек за игру точно. На линии точно под фишуру давал стан. Три. Или мимо. Но факт был. Ну, ладно. Спектакль заканчиваем. Вингаг, Рингс, Виномантеры — это 10. 10 героев. 10, 10 героев. Я подсчитал все. 10 героев. Правильный ответ? Ха-ха-ха-ха. Хорош. Мне кажется, кто-то ему скинул документы, которые... Да не, не могло быть такого, не могло быть такого. Вроде об этом и не говорил никого. Это просто ты составлял вопросы. Какой был ваш первый совместный мейджор с Virtus.pro? Помнишь, на том мейджоре я такой... На Viper. На Viper иду, нажимаю манту и рейд-крикаю в бараке. И все такие... Оу, ты чё, crazy? Ты помнишь, против кого это было? Мими, Miracle. Да. И мы создали ему хайлайт, если что. Все тогда думали... Третьей карте уже, где он на эсэфе там... Нет, нет. На Antimagic, когда он затошил там... Да, это да. Это там... Скиллшотом не попал в стан. Да там никто не попал. Там AOE, ну да. Ну что там? Оно написано AOE, но на самом деле, ну... По Miracle надо прям точечно, чтобы Dota поняла, что в него нужно кинуть. Потому что на AOE слишком обрад. Он встал, но на лейтинге тоже! Мирacle тоже пойдет. Он уже летит. Но какой-то фантастический шмот из VP. И они должны были бы его найти! Снобол с ним, пока он блин, и он его поднимает. Они идут и они будут получать Miracle. Ооо, Мирacle! Не, не. Он будет жить? Нет. Мне еще один. Он будет жить? Он будет жить? Нет? Ооо, мой бог! Это факт, что он миссит. Ооо, Файлбос! Один еще! Один еще! Ооо, мой гад! Мирacle! Берлин мейджор. Близко, близко. Вали мейджор. Нет. Сент-Петербург мейджор. Блю Кролсану в middle of the night мейджор. Отвечает Сергей Брагин. Франклифтон мейн мейджор. Да. Д right. В квале на ДАК в 2015 году Virtus Pro и Virtus Pro Polar встретились в нижней сетке плей-off. Кто тогда победил? Да конечно, они победили! Конечно, они победили. Они бесконечно побеждали, но при этом почему-то на лане они нас выиграли, но заняли место после нас. Так. Вывод. Зачем побеждать нас? Так и что? Кто выиграл? Мы. Кто мы? Ну состав перечисли. Ты меня знакомый не вижу. Я-то знаю состав, а ты знаешь. Ну давай ты перечислишь. Давай я поощрить своих тиммейтов, а ты свои. А ты можешь драфт еще назовешь. Какой карты? Ну какой? Ну наверняка. Которую проиграл. Ну наверняка это что-то типа у вас была Венга, Дуза, Пуч. Вы просто сидите на базе 47 минут, потом Илюха берет рапиру и вы такие в трон. И все. И мы такие блин проиграли. Да, так и было примерно. Опять умом нас выиграли. Полара, полара выиграли. Полара выиграли. У кого из вас выше винрейт в матчах друг против друга? В ВП или вообще в целом? В ВП. В целом были периоды, где мне пришлось активно поддаваться. Длительные годы после Виртус Про. Много противостояния, где близко, но не так близко, как хотелось бы. И наверное у тебя по большим винрейт. А ты помнишь? Но, кстати, нет ничего крутого в том, что ты по сценарию побеждаешь. Я просто об этом не часто говорю, но существуют же актеры, да? Кто-то, чтобы взять трофей, должен же кого-то превзойти по пути. И такие вот невзрачные ребята, которых превосходят. Ну, по сценарию, да, я должен проиграть, чтобы кто-то взял кубок. И, ну, это все, безусловно, были сценарные, так сказать, спектакли, да, представления. Где вот, ну, на старое противостояние. И Артем в тяжелой борьбе побеждает. Да, подожди, давай я свою историю лучше расскажу. Давай, расскажи историю. Помнишь турнир в Новом Ролеане, Техас? Мы там вместе играли. Или ты там против меня неожиданно играл. Это тоже в винрейт у тебя пошло. Да, это... Короче, история примерно такая, что Серега перед играми тренировался 1 на 1. Раньше, или, по-моему, даже сейчас есть, да, матчмейкин 1 на 1? Точно раньше был, сейчас, наверное. Ну, короче, был матчмейкин 1 на 1. И он искал, я подсмотрел, тоже нажал поиск и убил его на Энигме СФа, по-моему, да? И потом смялся над ним, а он тельтанул. Но, учитывая то, что он сделал скриншот, это... Ну, прямо, знаете, запечатрить момент реально очень редкий. Как будто бы 1 на миллиард. Ну, да, я в МИТ редко хожу. Такая подошел к этому матчу профессионально. Хоть я и допустил пару ошибок, но я фокусировался на том, что я тренирую. И, действительно, Артем умом поставил меня в, не сказать, необычные условия. И он был не один, с ним было, ну, 3 Долуна, да? Да, да, было, да. Ну, как будто бы толпой запинали. Ну, да, признаю, такое, возможно, было. Но я остался мидером в Вертурство. Следовательно, это поражение, ну, не так сильно, так сказать, сказалось на доверие команды ко мне. Я, конечно, урок хотел тебе преподать. Следующий вопрос. Нет, не придумал, какой просто. Урок уважения. Урок смирения. День рождения, Virtus.pro. Ну, это база, это все должны знать. Это, как очень, наш 1 ноября 2003 год. А ты знал? Конечно. Ну, да, все. Жми, пожалуйста. Не его. Ладно. 1 ноября 2003 года. Первый состав Virtus.pro по Dota 2. Услышал? По Dota 2. Первый состав ВП. Первый состав ВП по Dota 2. Это где вот эти деды, да, играли? 12-й год. Ну, блин, ну тогда это молодые ребята, ты сейчас посреди. Она сказала 12-й год. Да. Пытаясь вспомнить просто хронологию, там ли был ты, где... Нет, нет, точно, меня исключай. Подожди, тебя не чизил Габлак, получается. Или ты не чизил Габлака, по-другому? ВП тогда ничего не чизили. Там первый состав не так долго играл, так сказать. Там месяцев три. Прям первый, первый. Это было до 2-го International. До 2-го? И они играли квады на 2-ю International. Какой состав был? Там был NS, разумеется. Dread, который он потом кикнул из ВП. Santa, который он потом кикнул из ВП. Aiden. Aiden, помнишь, ясно, Гаганет. Которому было лень после повершота шифт нажать, и он ждал каждый раз анимацию. Ну, и вот это вот все. И, разумеется, к уроку. А, точно, правда, правда. Теперь вспомнил. Да. Сколько у Virtus Pro призовых в Dota 2 на сегодняшний день? Много, вот столько. Больше 2 миллионов, мне кажется, и не еще больше. Еще больше, я думаю, еще больше. Много. Пятый, лям-206 пропуск, седьмой, там тоже что-то лям, по-моему. Лям, лям, мажора, 3, 5, 5 мажоров выиграл в Dota. Сколько это? Ну, получается, блин, что лямов 5 уже тогда. Это только по Dota или вообще? По Dota 2. Ну, пусть 5 будет. Мне кажется, 5. Пусть побольше будет. 8? Побольше. 10? Побольше. 3? 11 миллионов 730, 30, 33 тысячи миллионов 30 тысяч. 11,5. Первый международный ламп по Dota 2, выигранный Virtus.pro. Техлапс не в счет. Было много. Который ты проиграл. Да, конечно. Там было много квалификаций и много турниров шло параллельно. И состав Virtus.pro, в котором я играл, мы занимали вторые места на квалификации. Первые занимали Империя. И Империя выбирали, куда ездить. А мы, так сказать, остатки сладкие и доедали за ними. И вот они выбрали поехать на турнир на 4 команды куда-то в Европу. А мы отправились в Тайвань. Техлапс. Техлапс. В Face One или Wild Card Roundе, TI4, Virtus.pro играли против MVP Phoenix. Какого героя вы пикнули на кэри в решающей карте? Я заколил. Как помню, мету, там были очень хороши. Импер, например, был очень хорош. Вивером играли, да, точно было дело. Артизи на Розоре играл. Ну, явно что-то с этого пула. Ну, сильные метовые герои, которые могут выиграть линию, рано подраться. Я согласен. Ну, что-то типа Sky, да, злое, вот в этом направлении. Тебе было кнопку нажать и... Да. На Antimaga. Мы решили, что ставку поставим на Antimaga. В той карте и решили... За контрим вражеского кэри Sky. Ну, нас засплитпушили. Да, мы законтрили вражеского Даззла. Они решили нас зачизить. Весьма глупый выбор, на самом деле. Ну, зачем так, ну, улынить? Неужели вы не верите в свои силы? Зачем брать Даззла вместе с Тинкером? Что за бред? Ну, мы взяли Antimaga. Но из-за бага сервера нам просто не присудили победу. Поэтому да. Antimaga. Antimaga. Всем спасибо. Было приятно побеждать в данном шоу. Хоть соперник был не сконцентрирован, не сфокусирован. Много оплошностей. Особенно вот с последним. Прям совсем глупо вышло. Я пытался вот это вот сфокусирован обыграть, но понял, что мне нечем джонглировать. Но я типа хотел фокусы показать, типа, там, вот так вот это все обыграть. А есть это, на микрофон надевается такая красная штука, есть? А на нос ему налезет? Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока. Я вижу все. Давай ты не пропускай новые видео и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok